Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Многие, проходя, может быть, мимо кинотеатра «С Планет Пелос», обратили внимание на такой чёрный куб, который, я, к сожалению, не успел в него заглянуть, проходил мимо, потом ставил целую выстроилась очередь, который связан вот с этим фильмом. Опять-таки, что это такое, зачем вот в этот куб надо заглянуть, что можно в нём увидеть и какая связь вот с фильмом, который сейчас вышел на экраны? Доброе утро. Ну, в нашем фильме этот куб чёрный, как бы, есть эти наши главные герои современные художники, и это, как бы, их перформанс. В фильме в нём один из этих художников живёт в одиночестве 9 дней, чтобы достать себе новые идеи для выставки, которые они будут делать. Ну, и мы этот куб тогда, у нас было примеров интернациональные в ноябре в Таллине, в Black Nights фестивале, и мы тогда его катили по городу, чтобы как-то после всей этой пандемии, может, зимнего сна дать знать о себе, и чтобы мы бы хотели, чтобы, ну, кино смотрелось на большой экран. Есть кино, которое делано для маленького экрана, но мы делали для большого экрана. И вот такая, как бы, акция, чтобы дать знать о себе после всех этих Zoom и Netflix периодов. — А как вы перенесли вот этот, действительно, период? Насколько сложным был вот два года для многих творческих людей? Это был очень тяжёлый период именно из-за того, что из-за этих ковидных ограничений, ну, вот, не было возможности выступать, концерты, ограниченный прокат в кино и так далее. — Да, ну, нам был, мы ещё с братом, с вторым режиссёром в группе играем, и, ну, вот, все это... — Sound Arcane, да? — Да, и всё это музыкальное, всё остановилось по... нет концерта, ничего такого. И с фильмом тоже он нам уже был, мог бы быть, раньше готов, но просто, как мы смеялись один, сейчас его коллега-режиссер Матый Скажи, его фильм «Вкус воды» тоже есть. И прежде, как он выпустил какой-то фильм, так сразу кино закрылось, мы даже смеялись. Очень не выпускаем, а то осенью как выпустило, так и всё закрылось. И, да, ну, сейчас очень много фильмов будут, наверное, в осень вообще будет такая перегрузка, потому что все эти... И это только не в Латвии, это в Европе, и, я думаю, ну, в других странах тоже просто скопились очень, и сейчас все эти фестивали были нагружены, и с очень таким хорошим, большими фильмами, и... потому что ничего не было, и сейчас открывается, и всё как... И в осень будет очень много латышков фильмов, которые даже должны были выйти, например, не знаю, два года назад или год. — Но, с одной стороны, это очень интересно, что столько понакопилось, и, наконец-то, работы завершены, и фильмы могут увидеть зрители, с другой стороны, это бешеная конкуренция. — Да, и конкуренция тоже как, ну, занятие информационное, как, ну... — В инфобисе, да, да. — Поэтому очень хорошо, что вы пришли, в том числе, к нам. — Собо рассказать, вот, может быть, об этом фильме, действительно, как появилась идея, насколько вот он автобиографичен, фильм, поскольку я знаю, что вот вы тоже, ну, ведь вы выступаете с такими творческими перформансами, и это... — Ну, этот фильм, можно было сказать, все события, в нем есть корни в реальной жизни. Мы просто, может, их сложили в такой драматургический концентрированный формат, как фильм. И там есть про теми, которые, ну, там есть два братья-художники, и они ищут эту новую идею, и у них очень этот такой богемный вид жизни. И тогда один из них становится, как бы, таковой немного странной. И вот, как вводим вопрос, что мы тоже, как бы, задаем, что мы... Мы каждый в каком-то смысле психологически нестабильный, ну, более или менее. Но где-то есть этот рубеж, когда мы говорим, вот, окей, это уже слишком. Например, если я в какую работу пришел босиком, это, как бы, было странно. Если художник пришел на выставку босиком, это, как бы, ну, экстравагантно. И вот тогда один из этих братьев пропадает, и второй должен его пойти и найти. И вот все такие маленькие элементы в этом... Вот фильм, мы хотели, чтобы оно было такое, ну, как мой брат говорил, путешествие. Это не туризм, чтобы было такое, ну, художественное путешествие. И там очень много всего, что мы самые, как бы, или мы, или с нашими друзьями это происходило. И так как, можно говорить, он в каком-то смысле есть автобиографичный, но не только нас, но, как бы, о такой среде. Я понимаю, что он касается вот мира современного искусства. И для многих вот современное искусство кажется, ну, чем-то, скажем, провокационным, может быть, даже немного обманчивым. То есть то, что тебе пытаются внушить, что просто белый холст – это произведение искусства или какой-нибудь. Ну, то есть вот как вы к этому относитесь, к тому, что очень многие люди очень негативно воспринимают современное искусство. Они считают, что это обман, что это фикция, что их пытаются, как бы, обмануть, вот, ну, то есть внушить то, что любой предмет может стать произведением искусства. Да, и так, так и, наверное, есть. И я говорил, мы работали вместе с современными художниками для фильма. И так и есть, что они даже сами говорят, что эта сфера просто там может быть обман и может быть что-то очень, например, интересное. Вот в Берлине, в Hamburg Station есть выставка Бойс, этого германского художника. И он сделал из жира такие большие кубы белые. И там тогда весь этот концент, что это, ну, он был в 80-х, что это наша модерная архитектура. Она так же уютна, как и этот жирный куб, и так же некрасива. И вот там мне нравилось вот такой, может, ну, большой концепт. И увидеть его, и подумать, да, ну, мы только думаем о таком экономичном комфорте и забыли, например, про красоту. И то, что, мне кажется, хорошее современное искусство, и тогда есть, вот, как вы и говорили, что можно под бетон чипсы положить и говорить, вот, там есть очень большой концепт. И мы с этим тоже, как бы, кокетничаем фильм, где там есть смысл и где уже пропадает. — Насколько съемки вот фильма были сложными, учитывая, там, снимались ли они в ковидное время, там, со всеми ограничениями? Насколько было сложно получить финансирование на эту картину? — Ну, мы вышли через Национальный киноцентр, и мы как раз сняли все, съемка была, и монтаж был вот в этот период пандемии. Так нам, но я знаю, что снимали кино другие во время пандемии, и было-то сложно, и если там каждый день надо делать эти тесты, то было, как бы, или сидеть, ну, там, с масками, где кино, свет, и, например, там, жарко, и всем трудно. Ну, как бы, выжили все. — Да. Я хочу нашим слушателям напомнить, что Лаурис защитил, по-моему, ведь даже закончил философские факультеты, вот в каком-то смысле вам эти вопросы очень близки, то есть вот как с философской точки зрения. Что есть искусство, что есть нормальное, что ненормальное? — Да, и мне кажется, там, ну, каждому это важно, просто в этих таких будней, или как, ну, или рутина, мы, ежедневно, мы, может, не задумываемся. И вот как раз про кино мы, тоже, вот нам прежде фильм был о Балтийской племени. — Да, последние язычники, очень нашумевшая картина, которую все отмечали, говорили, что, ну, невероятно интересный, увлекательный, поэтический, очень такой яркий фильм. — Да, и мы, вот сейчас, я был, потом, когда фильм вышел, его показывают в школах, и в русских школах тоже, мы там шли, ну, встречаться, поговорить. Сейчас пандемия была через этот Zoom, и школьникам очень, как раз в старших классах очень интересно, им это кажется, ну, что не только читать, но можно и увидеть. И вот так мы иногда, ну, с этим фильмом тоже думали, как какого-то достичь, тоже рассказать что-то, например, ну, латышским людям с русскими корнями. И вот как, потому что если в кино мы работаем, мы работаем очень, как бы, там много есть русских режиссеров и так далее. А вот как это людям сказать, ну, пойдемте, посмотрите этот, не знаю, фильм про историю, или сейчас есть много фильмов. И тогда вот хотел, вот, был рад, что пригласили в радио, чтобы можно пригласить, пойти в кино посмотреть. Насколько вам кажется, вот сейчас латвийское кино переживает подъем, интерес, потому что вот с момента столетия Латвии, когда были большие, действительно, ну, вот поддержали очень активно кинематографистов, было много фильмов. И мне кажется, что была очень хорошая реакция зрителей. То есть было видно, что эти фильмы посещало достаточно большое количество зрителей. Это говорит о том, что интересно людям смотреть, ну, вот свое латвийское кино, снятое здесь, вот и сейчас, о тех проблемах, которые переживает каждый человек. Вот как вы думаете, насколько перспектива, учитывая, что все-таки, ну, вот нам же нужно учитывать, что не очень большой рынок, что мы, как небольшая страна, не всегда можем предложить свои фильмы за пределы Латвии. То есть вот как это все сочетается? Да, вы правы, так и был такой взрыв на столетии, и режиссер Дави Симмонс интересно говорил, что вот это, как сказать, национальное кино, оно должно идти вот периодично, и люди понимают, что это как бы наше кино. Ну, а где-то в 90-е, до 2000-х был такой прорыв, и там не было, вот пришли все эти голливудские фильмы, и я сам помню, мы были маленький Бетховен про эту собаку, и как вся семья пойдет, смеется, и потом, как же тогда смотреть какой-то арт-хаус, или этот, ну, локальный кино, да. И где-то был такой прорыв, и вот столетие он ожился, и сейчас мы смеемся, что будет опять такое, ну, столько же, или не больше фильмов, как на столетие, просто из-за этой задержки пандемии. Так что, ну, что я надеюсь, что и сам, может, в этом и как-то грешил, но не было и другой возможности, что мы эту культуру употребляли через телевизор, или даже, ну, концерты, которые, через компьютер в пандемии. И просто, может, это очень удобно, потому что можно остановить, или там эти виртуальные выставки, или что-нибудь такое, и пойти там в холодильник и взять бутерброд, или, и просто очень удобно. Ну, когда пойти в концерт и услышать, как эта музыка там происходит, или на кино с звуком, с большим экраном, и, как бы, я думаю, что это не пропадет. Просто, как бы, людям пригласить их пойти вспомнить, как это прекрасно, когда мы употребляем, ну, культуру так, как она была, ну, как ее, для чего ее делает. Вот, концерт не делает для, чтобы мы в компьютер смотрели, мы можем это делать, но быть в классическом или в рок-концерт, и там стоять или сидеть, и почувствовать это совсем другое. То же самое с кино тоже. Вот, и я так и не знаю, как с этим всем будет, что люди, может, отвыкли идти в кино. Можно ли, в принципе, говорить о неком ренессансе латвийского кино, потому что фильмов снимается все больше, и разнообразие жанров тоже, в общем-то, и удивляет где-то, и радует, безусловно. Потому что есть триллеры, иронические, исторические, ужасники, там все жанры. Да, я бы согласился с вами, и я знаю, что будет или тоже такие, ну, интересные, как бы, нетипичные для латвийского кино жанры, вот, будет как раз «Упурга» в осени про «Наши леса», такая мистическая, фильм, и более-более есть разных жанров, я бы сказал, есть какой-то ренессанс в каком-то, не только исторический или такой очень поэтический документальный фильм, но есть разобразие. А насколько сложно вот снимать кино вдвоем? То есть, вот, вы же были вместе два режиссера, вот, насколько, ну, вот, обычно всегда считается, что, ну, вот, это кино, это, вот, видение одного человека. Если этих людей двое, как тогда происходят творческие споры, не знаю, разногласия? Да, ну, так есть, и мне тоже трудно придумать, вот, как бы были две Тарковские, например, но, наверное, у режиссера, у каждого есть этот второй человек, либо оператор, либо, может, ну, не знаю, кто рядом с кем, а в каких-то моментах, если одна визия, можно, можно поконсультироваться и сказать вот так, как это будет правильно или не будет. И нам с братом, и наш третий брат, оператор фильма, нам, как бы, есть более разногласий перед съемкой, но уже тогда съемки легче, легче, если две головы вместо одной, например, там, ну, нам не нравятся кадры, тогда другой предлагает вариант, его можно попробовать, потому что, как бы, в визии концепт один у нас, если, если второй бы говорил, что, ну, тут мы, кадр будет такой цветлый, с красками, второй бы говорил, надо черный, тогда бы было трудней, но мы уже, как бы, нашли метод, как мы работаем, и, ну, на съемочной площадке должен быть все-таки один, самый главный, кто говорит, что и как будем делать, потому что это, ну, там много людей работает, и если, тогда может хаос пойти, если... — А как вы тогда решали? Бросали монетку, кто будет главный? Сегодня будет главный Лаурис, или сегодня-завтра будет Райтис? — Ну, мы решили, что команда будет дать средний брат Райтис, но, как нам ассистент-траджестор говорил, что вот где-то один час в день есть такое, где какой-то у нас час пик, и мы говорим, и непонятно вообще о чем, ну, как братья, мы можем быстро сказать друг другу без лишних слов, и тогда все идет очень четко. Ну, так она говорила, что есть такой час пик у нас каждый день, ну, не на час, может, меньше, но где-нибудь дискутируем, и ничего непонятно. — Что вот вы могли бы как бы охарактеризовать вот для тех, кто слушает сейчас нашу программу, этот фильм, вот «Немире Ге Праты», «Беспокойные умы», вот кому стоит пойти посмотреть этот фильм, зачем стоит посмотреть, что они получат вот в результате, вот какие мысли, какие идеи заложены в этом, в этой картине? — Ну, и я бы, ну, посоветовал этот фильм, как я и говорил, немного такое путешествие, и путешествие не только по... там брат попадает в север, и второй его идет искать, ну, по счастью, уже как бы заглянуть в эту жизнь вот этих современных художников, заглянуть в жизнь каких-то субкультур, которые нам тут рядом заглянуть. Люди, которые видели, они, ну, там, как бы, за часть фильма, ну, из темы, вот, например, эти психологические, может, нестабильность, и когда кто-то... можно, можно, как бы, посмотреть в такие темы, которые, может, не очень ежедневные. И на это время фильм отключится от... от... ежедневной рутины всем, что происходит. И потом каждый... мы будем уже обратно, но на сколько нам люди говорили, что им... даже если это... этот фильм не про них, им было интересно, как бы, заглянуть там. Вот. И, конечно, фильм тоже про братьев, как быть, братьями. Лаурис, вот такой вопрос, может быть, действительно философский. Что важнее для художника, это признание при жизни получить или ощущение того, вот, надежды на то, что, да, меня не признали, но моя... вот, меня после смерти, вот, я останусь, моё имя останется. Ну, то есть, может быть, каждый, наверное, художник задумывается вот над этим вопросом. И иногда вот, ну, мы понимаем, что Ван Гог, Модельяне – это те люди, которые при жизни были отвергнуты обществом и которые, может быть, чувствовали очень, ну, большие лишения, страдания, но после смерти они остались в истории как величайшие гении, хотя вот для них уже это было, как бы, не имело никакого значения. Они не получили ни славы, ни почёта, ни денег. Вот что для художника важнее? Вот так, эти обе темы, и всегда, наверное, с каждым, кто занимается какой-то формой искусства, идёт вместе, и вот, наверное, каждому есть, ну, и только не быть художником, ну, либо, не знаю, либо дом даже построить или что-нибудь ещё, ну, что я оставлю после себя, как это будет какая-то ценность той жизни, что я прожил. Но мне, наверное, больше интересует, вот, может, это не слава, но как бы, чтобы я людям то, что я сделал, был какой-то смысл из этого, и я бы мог это ещё делать, например, на следующий проект. Я ещё за этой не так больше практичный, чем за этой вечной славы, это меньше. Ну, я думаю, что у каждого это есть. Вот, например, мне очень нравится фильм Тарковского, и его фильм тоже же живут после его, и как, ну, стандарт в киношколах, а как, ну, такое, или всё равно в Латвии, в Америке и в России. И, ну, он, наверное, был очень, сколько я там смотрел документальных фильмов, интересовался, вот, все интервью очень философические, но он был очень большой практик, и что сколько фильмов он мог сделать, столько мог, но он даже эти, как он в фильмах использовал, например, чёрную плёнку и цветную, и это, как нам сейчас кажется, очень какой-то стиль интересный, но он это делал, потому что в то время не было, например, цветной плёнки, и надо было использовать эту чёрно-белую, и он придумал этот концент из-за этого, что ему под руками есть. И мне кажется, вот он тогда не думал, а буду вечная слава, как я экспериментировал перед, с концептом чёрно-белой и цветной плёнкой вместе в одном фильме. Я думал, это было, просто он придумал, вот так будет хорошо, ну, и то есть, что у меня есть, чтобы просто создать этот фильм. Ну что же, мы ещё раз всех, наверное, пригласим. Фильм сейчас можно посмотреть, и в Splendid Palace он идёт, и я понимаю, что вообще он вышел на экраны во всех кинотеатрах, но просто вот в Splendid Palace там стоит этот чёрный куб, в который можно заглянуть и тоже вот как бы проникнуться идеями этого фильма Немери Ге Пратты. Режиссёр этой картины Лаурис Аббелла сегодня был у нас в студии. Спасибо, Лаурису, пришли. Спасибо вам и хорошего дня. Всего доброго, до свидания. Радио Болтком.